Кто сказал, что она не железная? Супружеская пара Шишкиных из Козловки отмечает 65-летие семьи любви и верности. Большая редкость по нынешним временам. Можно ли не следить за временем, чтобы сохранить брак на 6,5 десятилетий? Наталья Мальчикова отправилась в гости в одной из самых крепких семей не только региона, но и всей страны. И попыталась разузнать настоящий секрет крепкого брака. Без общих слов об уважении и взаимной поддержке. Королевство Шишкиных всего-то 7 соток. А развернуться есть где. Все огурцы у меня китайские. Это сорт Маша. И что у меня там впереди, да, это здесь теплица. Около теплицы все посажено. Бабушкины внуки сорт. Бабушкина да и дедушкины внуки пять человек, трое правнуков. Татьяна Максимовна свой возраст не то, что не скрывает, называет с гордостью 87. Звучит. Ее мужу Николай Степановичу девяносто, то есть год юбилейный вдвойне. Хлопоты по хозяйству, как полвека назад. Дед Коля улыбается. Огурцы, капуста, морковка, пару соток картошки сами себя не польют. И им не важно, сколько тебе лет. Лейку в руки и, как говорится, шагом марш на грядке. Так и лазим сначала жуковишем, потом обрызгиваем, потом так окучиваем. Вот, вон, вон, колорадский парок летний. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О, куда? Баня затоплена, душистый чай заварен. Мелисса, душица, мята, листья черной смородины. Ароматный ансамбль – целебные снадобья по рецепту. Хозяйки всем на заметку. Какие травы в городе есть полезные, все это в чайник. Перелистывая страница жизни, Татьяна Максимовна вспоминает молодость. Работала маляром на Козловском комбинате автофургонов. Приходилось непросто, но работа ее не пугала. Ей присвоено звание ветеран труда, как и ее супругу. Он столяр. Говорят, если бы не работа, может, и не встретились бы никогда. И не было бы никакой железной свадьбы. Пошел к ней в деревню, там мои родня там были. Он тоже вот из Урмарского района приехал в нашу деревню. Тоже хорошую жизнь искать приехал. Парень нежелатый. А я на ферме работала. А он приехал, ему сразу работу. Конюхом дали. Он, видно, издалека глядел, девушка здоровая, работать может. И познакомились. Сказал, у меня деньги есть, только женских рук не хватает. Сегодня, спустя 65 лет, после того, как их свадьба отпела и отгуляла, их рук хватает на все. Такое простое человеческое счастье. Счастье, которое так хочется понять, а может и научиться ему. Это не мужчина, счастливый делает. Скорее всего, женщина делает счастливым жизнь. Это жизнь она показывает. Это жизни ведь не любовью живут. Одного друг друга слушать надо. Друг друга понимать надо. Это не любовь. Это жизнь. Дочь Надежды Николая Марина живет совсем рядом. Частенько заходят к родителям. Справиться о здоровье, помочь по хозяйству и попросить совета. У кого, как не у родителей. Кавалеров медали за любовь и верность. Наталья Мальчикова, Бахтиар Велиев, Республика.